Ну, наконец-то, мистическое видео, красный фон, и я, которая давным-давно уже не снимала страшных историй, мистических рассказов, наконец-то сижу напротив камеры. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. И сегодня я снимаю новое видео, которое я хочу посвятить мистическим рассказам своих подписчиков о кино, о фильмах. Знаете, вот бывает такое, когда ты сидишь с компанией друзей, вы смотрите какой-то ужастик, и наяву начинают происходить какие-то очень странные вещи. Вы мне пишите огромное количество историй в мой инстаграм, пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь, них вы сейчас видите на своих экранах. Я подобрала несколько историй, которые происходили за просмотром фильмов, во время похода в кинотеатр, с моими подписчиками. Так что, дорогие мои, это будет не одна страшная история, а несколько мистических и странных необъяснимых ситуаций. Запасайтесь печеньками, вкусным чаем, ставим лайки, подписываемся на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео ещё не один раз. Кстати, сейчас на мне надето худи из моей новой коллекции одежды. Все спрашивали, Карина, что за худи с таким крутым дизайном? Что за одежду такую крутую ты носишь в последнее время? У меня вышло 5 шмоток, 2 футболки и 3 худи. Фотографии моей коллекции вы видите сейчас на своих экранах, но это моё любимое худи, есть ещё точно такая же футболка. Вы можете перейти по сайту ниже в описании и сделать заказ рандомным подписчикам лично, я сама доставляю вещи домой. Это моя самая любимая коллекция, в которую я вложила всю свою душу, поэтому мне будет очень приятно, если именно эта вещь вскоре окажется на тебе. Не забывай отмечать меня в сторис, потому что я вас лайкаю, подписываюсь на вас и добавляю к себе в историю. Моя коллекция, кстати, выполнена из 100% хлопка и очень уютная, и только с помощью моей коллекции ты можешь согреться этой зимой. Поэтому, если у тебя уже есть что-то из моей коллекции, надевай, присаживайся, и я желаю тебе приятного просмотра. Мы можем начинать мистические ситуации, связанные с фильмами. Поехали! Ситуация, которую вы услышите прямо сейчас, просто, ну, подвергла меня в шок, и лично для меня, ну, реально не поддается никакому объяснению. Эта история произошла с моей подписчицей Евелиной. Она мне расписала эту историю в таких подробностях, записывала голосовые сообщения, и я когда это слушала, в очередной раз убедилась в том, что мистика реально есть. Что, помимо этого мира, существует еще какой-то мир, который неизвестно, сможем ли мы когда-то увидеть. Но мистические ситуации реально со мной происходили очень часто. Если вы хотите о них услышать, советую вам уновь пересмотреть мои страшные истории. В компании у них было 5 человек, с учетом Эвелины 6. Двое ее подруг и три мальчика. Им было в 7 лет по 17, и они пошли в какой-то старый кинотеатр, вот прям отдельный кинотеатр. У них в городе ходили слухи, что именно в этом кинотеатре ужастики смотреть, ну, как-то атмосферней, что ли, круче. И практически все люди, которые любили смотреть страшные фильмы, приходили именно в этот кинотеатр их смотреть, потому что постоянно происходила какая-то дичь. Ребятам было, ну, повторяюсь, лет по 17. Но все ужастики, чтобы вы понимали, 18+, как бы, их туда пропустили без проблем, потому что, как такового контроля в этом кинотеатре не было. Ну, там, как бы, вообще не следили. Можно было привести спокойно с собой двухгодовалого ребенка, посмотреть какой-то психоделически неадекватный фильм. Кстати, там только такое в основном и показывали. Показывали, кстати, даже фильмы, которые запрещены в России однюдь, как бы, чтобы вы понимали, да, там иногда для своих запускали эти фильмы, и многие реально сидели, смотрели и усывались. Дико извиняюсь за свой лексикон. Казалось бы, для них все было понятно. Ужастики — это выдумки, ничего такого не существует, что все это полнейший бред, и они пошли тупо туда поугарать, и даже не думали, что досмотрят этот фильм а-ля до конца. Ну, как бы, что он им понравится, поняли, до конца они фильм так-то и не досмотрели, вообще-то. Но! Хочу отметить то, что у них в компании был мальчик, который верил во всю эту мистику, во все эти ужастики, и до последнего отговаривал их идти в это место. Ну, как бы, он ненавидел ни заброшки, ничего такого, потому что раньше, когда ему было лет 12-13, он это обожал, и с ним произошла какая-то ситуация, после которой он очень долгое время лежал в больнице, и как только все спрашивают, а почему ты начал во все это верить, он начинает плакать. Ну, как бы, с ним реально что-то такое произошло. Но он человек, который зависит от общества, поэтому он решил пойти с ребятами. Не отказался и пошел. Ну, как бы, по нему было видно, что он боится и что он не хочет туда идти. И после этого происшествия в больнице, а они все компании дружили с самого детства и дружат по сей день, он именно им начал говорить, что думает, что у него есть какие-то а-ля особые способности. Типа, он может видеть там в темноте иногда, постоянно видит каких-то странных сущностей, что у него есть предчувствие какое-то. А так как ребята в это не верили, поняли, а они вообще, ну, не доверяли и не верили ему. Как бы, что за бред ты несешь, чувак, успокойся, мы просто идем на ужастик. А он понимал, что, как бы, что-то там точно произойдет. Так вот, слушайте дальше. Где-то на десятой минуте фильма, там уже сразу начали происходить какие-то странные штуки, моменты, скримеры, он начал говорить, что он не хочет тут сидеть, ему этот фильм кажется скучным, он, а-ля, недостаточно страшный, хотя ребята уже поджали очко и, как бы, сидели и понимали, что фильм реально устрашающий, тут, блин, нифига не 18+, там 40+. Ну, типа, для людей реально с адекватной психикой, реально, ребят, бывают такие фильмы, вот ты смотришь и ты понимаешь, что, ну, все, ну, твой мир больше не будет прежним. У меня такое было. И после этого я, как бы, уже, ну, не часто смотрю ужастики, потому что, ну, мне хватает рассказов. Я вот опять, как бы, сижу вечером одна дома, рассказываю вам эти истории. Я очень надеюсь, что дверь в мою комнату сейчас резко не приоткроется, не будет никакого сквозняка, окна закрыты, хотя такое происходило. И я очень много раз завершала съемку. Когда он, наверное, раз третий говорит, фильм отвратительный, мы не будем его смотреть, ребят, пойдемте отсюда, резко в зале выключается свет. Экран тупо погас, и ребята не могли понять, что происходит. Именно после его слов, да, выключился свет, погас экран, и фильм просто отказывались показывать. Как ни странно, в зале сидело еще двое людей, которые показались компанией этих ребят, как бы, очень странными. Они сидели в самом углу, на первом ряду, как бы, первый ряд очень мало кто берет, потому что вот так сидеть, смотреть на экран в кинотеатре не очень-то и удобно, согласитесь. Как только погас свет, ребята начали включать фонарик и поняли, что этих ребят нет, как бы, которые сидели изначально в кинозале, и что они остались одни. А ребята обосрались, потому что, ну, как бы, все погасло, фильм выключился, и в этот момент мальчик, вот этот, который думал, что у него есть способности, просто сказал, а я говорил, вы меня не слушали. И тут ребята, как бы, очень насторожились и по сей день это обсуждают. Это была очень странная и необъяснимая ситуация, что именно после его слов вот такое произошло. Они с этим мальчиком общаются, но он как-то отстранился от них, и толком с ними больше не разговаривает, даже на тему какой-то мистики. То есть он реально верит в то, что у него есть какие-то способности. Ребята после этого момента тоже начали верить, потому что, ну, не может быть такого совпадения. Кстати, ребята, в последнее время я очень часто смотрю фильмы дома, со своей сестрой, семьей, и как-то, ну, в бредках хожу в кинотеатры. Ну, в последнее время, с учетом появления молодого человека и отношений, я начала ходить в кино очень часто. Но в основном я обожаю и предпочитаю смотреть фильмы дома. Недавно я посмотрела фильм, который, ну, очень мне понравился, и, знаете, для меня это какие-то, ну, реально незабываемые эмоции. Вот я опять же говорила, да, бывает такое, что ты посмотришь фильм, и твоя жизнь не будет прежней. Вот искренне, как своим любимым подписчикам, хочу посоветовать фильм под названием «Побочный эффект». Вообще, фильмы я смотрю только в око, соответственно, «Побочный эффект» я тоже смотрела там. Там в размеренную жизнь архитектора и его жены вламываются какие-то странные грабители. И после этого момента страшного для жизни его и его жены, мечта вот этого архитектора, то есть главного героя, стереть из памяти вот эту очень ужасную, жуткую ночь из памяти своей жены Оли. Как бы они жили счастливо вместе, произошла вот эта ужасная ситуация, и чуваку просто захотелось, чтобы его жена Оля обо всем этом забыла. Отчаянные поиски решения, как сделать это грамотно, привозят его в очень нешутковатую квартиру в доме. Этот дом находился на набережной какой-то таинственной Маре, которая пообещала ему особое лекарство. Просто офигенный фильм, клянусь вам, ребят. Я перед этим была в восторге еще от отзывов, которые пишут люди, которые уже посмотрели этот фильм на ОК, и была под огромным впечатлением после просмотра этого фильма. Во-первых, он смотрится на одном дыхании. Я просто сижу, смотрю и думаю, блин, а что будет дальше? И мне так было интересно, ребят, вот мне охота теперь пересматривать этот фильм каждый день. Так что больше не задавайте мне вопросы, какой мой фильм на данный момент сейчас самый любимый. Фильм доступен эксклюзивно в подписках Оптим и Премиум, и я советую вам его посмотреть 100% по ссылке ниже и круто провести время. Можете позвать всех своих друзей и не мучиться больше. Какой же фильм посмотреть, потому что именно этот вам 100% понравится. Только смотрите, чтобы реально не начали происходить, как в первой истории, какие-то странные вещи. Но фильм вам понравится, я гарантирую. Спойлерить и рассказывать не буду, что там в конце, но вы будете просто в восторге. Поэтому советую вам посмотреть этот фильм и рассказать о нем в инстаграме, отметив меня. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Отмечайте меня, я вас буду добавлять к себе и будем обсуждать с вами этот фильм вместе. Пишите мне в директ, поболтаем. Этот фильм я уж точно любила на всю жизнь, поэтому ловите промокод. Вы его видите прямо сейчас на своих экранах. Переходите по ссылке и смотрите фильм. Не благодарите. А я приступаю ко второй истории. Следующей историей со мной тоже поделилась моя подписчица. Она попросила, чтобы я не называла ее имя, поэтому сейчас я придумаю какое-нибудь рандомное имя. Как будто бы ее так звали. Пускай будет Маша. После этой истории прошло уже очень много времени, примерно 4 года. Но на тот момент ей было 11 лет, когда произошла эта история. Сейчас я буду читать эту историю от ее лица, потому что как она описала это все, даже я не смогу нормально описать. Потому что она тут просто трэш. Однажды мы с моим отцом и моей лучшей подругой пошли в кинотеатр. Смотрели мы ужастик, но я не могу сказать, что прям было жутко страшно. Но там были и смешные моменты, над которыми реально можно было посмеяться, как пишет Маша. В зале было достаточно много народу, в том числе и дети нашего возраста, где-то лет 11-13. Мы сидели спокойно, смотрели фильмы и ничего не предвещало беды, как на задних рядах. Мы просто услышали дикий ор. Биск и крики. Там начинает кричать какой-то ребенок. Даже не кричать, а просто орать во все горло на весь кинотеатр. Из-за этого крика все поворачиваются, ну и в зале, естественно, включается свет через некоторое время, потому что какие-то люди пошли и сообщили каким-то людям, которые транслируют а-ля этот фильм на экран, что там что-то произошло, помогите. Ребенок кричит, фильм невозможно смотреть, выключайте, включайте свет, потому что в зале как бы свет погасает после начала фильма. Ну вот, все поворачиваются и начинают резко спрашивать, что случилось. И этот ребенок, которому на вид было лет 12, сказал, что он видел возле запускного выхода какой-то белый огромный силуэт, похожий на очень высокого человека, который как будто бы начал бежать на него с каким-то предметом в руках. После этого его сразу же вывели из зала и продолжили показ фильма. Но, возможно, этот был ребенок просто какой-то впечатлительный, так сказать. Ему нельзя было смотреть этот фильм. Ну там как бы не особо ужастик, сказали же, туда детей пускали. Но как бы что ребенок начал так истерить, орать, кричать и утверждать, убеждать всех, что видел какой-то силуэт, как бы до сих пор остается загадкой для Маши и для вообще всего зала, потому что, ну, крики и виски были настолько громкие, что можно было просто оглохнуть и сойти с ума. Было очевидно, что ребенок в шоке, что он не понимает, что ему делать дальше. Когда его вводили из зала, он просто плакал, он кричал, он говорил, вы мне никогда не поверите, но я вам правда говорю, что там кто-то был. И знаете, ребят, почему-то я ему верю. Я верю в это. И я уверена, что мальчик действительно что-то видел. У меня была такая ситуация, и я скоро сниму, а не отдельное видео. Следующая ситуация, то есть история, о которой я с вами поделюсь, вообще непонятная. То есть, если я вам ее буду объяснять, то и даже объяснение может показаться довольно странным. Эту историю мне рассказала одна из моих подписчиц, которую зовут Лиза. Она вместе со своей подругой решила посмотреть фильм в домашнем кинотеатре. Как бы у Лизы был огромный-преогромный дом, и у них на минус первом этаже был домашний кинотеатр. То есть, там как бы специальный такой экран, пуфики, куда они могли лечь, как бы отдохнуть, еда и тому подобное. Выбрали они, естественно, фильм с мистикой, ужасти. Как бы ничего не предвещало беды. Понятно, они находятся в домашнем кинотеатре, но 100% ничего стрёмного не произойдет, с учетом того, что Лиза постоянно дома смотрит какие-то фильмы в домашнем кинотеатре. Вдруг во время просмотра вот прям совпало так, что произошел страшный момент в фильме, и именно в этот момент за дверью, то есть за кинотеатром, но в ее доме, в квартире, за дверью, как будто бы что-то упало. Хотя там у нее в квартире, ну, на этом этаже не было никаких полочек, ничего того, что могло бы упасть. Тем более, она в этот момент только переехала в дом. И как бы у них там как таковой мебели-то даже еще не было. Ну, мебель, естественно, была, но вещей не было много. Упасть-то было нечему. А звук был такой громкий, как будто бы реально какой-то утюг, я не знаю, скинули с третьего этажа на пол. Естественно, они решили поставить фильм на паузу и пойти посмотреть, что же это в конце концов такое было. Они, естественно, очень напугались, потому что дома никого кроме них не было. И звук был такой, как будто бы что-то упало прямо около них. Они даже переглянулись такие, типа, тебе показалось, как будто вот прямо в сантиметре что-то от нас сильно упало. Вот очень звук такой, типа, рядом. А как оказалось, это на втором этаже упала тарелка со стола, которая стояла в центре стола, и она тупо упала на пол. Как бы, ну, прикиньте, вы смотрите фильм с подругой, что-то упало на втором этаже, а по звуку показалось, как будто бы прямо около вас. Понимаете, да, в чём прикол? Вот это их напугало. Когда они это всё проверяли, вернувшись уже в кинозал, они собирались выключить фильм, потому что они очень напугались и поняли, что больше вдвоём они ужастики смотреть не будут, тем более наедине находившись. Они возвращаются в зал и понимают, что этот фильм тупо выключен. Ну вот, ну, выключен. Её фильмы транслировались на экран с компьютера, то есть там то ли какая-то программа была установлена, как мне сказала Лиза, то ли что. Но этот компьютер, он был заряжен, но как они пришли в зал, они поняли, что как бы все приложения в компьютере выключены, и компьютер просто включён. Как бы, ну, нету вкладки с фильмом, понимаете, да, в чём прикол? Фу, я аж это рассказываю, мне аж страшно стало, типа, я представила, прикиньте, в моём домашнем кинотеатре, если бы такое произошло, ну, я бы просто в штаны наложила, я клянусь, ребят. После этого, как бы, никакой мистики не происходило, но эта ситуация реально странная. Я не знаю, можно ли наложить какое-то проклятие на фильм или нет, как бы это странно не звучало, но реально многие ребята при просмотре фильма начинают обращать внимание на то, что происходят действительно какие-то странные вещи. Поэтому, ребята, вот такими вот тремя историями я с вами поделилась, я хотела ещё рассказать лично свою историю, но поняла, что хочу о ней лучше снять отдельное видео, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Пишите ниже в комментариях, какой рассказ, какая история вам понравилась больше всего, и прямо после просмотра этого видео переходите по ссылке ниже, и в кинотеатре ОКО смотрите фильм «Побочный эффект». Промокод я ещё продублирую ниже в описании, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите свои истории, делитесь впечатлениями от фильмов, ну и будьте аккуратными. Ну а с вами была Карина, ещё напоминаю, кстати, о своей коллекции одежды. Обязательно покупайте худи, блин, ну дизайн просто офигенный. Я буду носить это всю жизнь качество, но вы обязаны его потрогать. Просто вот это худи в особенности, оно такое крутое, оно моё самое прям любимое. По ссылке ниже тоже можете перейти, сделать заказ, и возможно именно я доставлю лично тебе это худи, ну или не только худи. Ну а вот теперь всем до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok